Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Компания CRT Group, которая является разработчиком Forex роботов, объявила о специальной акции под названием «Мы своих не бросаем» для пользователей робота DaVinci. Акция действует до 15 августа, сегодня уже 12, то есть до конца акции остается 3 дня, поэтому если вы хотите поучаствовать, то поспешите, не рекомендую откладывать. Итак, суть акции заключается в том, что если вы являетесь пользователем робота DaVinci, или может быть вы роботом DaVinci уже не пользуетесь, но у вас есть лицензия на данного робота, и вы можете подтвердить это скриншотом из вашего кабинета DaVinci, то вы в принципе можете получить робота стоимостью 450 долларов бесплатно. Что для этого нужно? Для этого нужно связаться со мной по указанным здесь контактным данным, и соответственно я предоставлю дальнейшую информацию. У вас может возникнуть вопрос, какая сумма нужна для данного робота, чтобы он начал торговать. Для начала работы потребуется депозит 300 долларов. Возможно вы скажете, у меня в данный момент нет такой суммы, чтобы я мог сделать депозит для данного робота. Это не страшно, потому что в принципе никто вас не обязывает сразу же после получения робота его запускать. То есть вы можете сейчас получить лицензию, поучаствовать в акции, и когда у вас появятся свободные 300 долларов, которые вы сможете запустить в работу, вот тогда вы и запустите. Через год потребуется продление лицензии, но не понадобится платить 450 долларов, продление будет стоить всего лишь 50 долларов. То есть по сути это вот единственный платеж, который вам понадобится сделать только через год. Ну и соответственно VPS сервер также пригодится, как обычно при использовании Forex роботов. Итак, если вас заинтересовала данная акция, то пожалуйста свяжитесь со мной по указанным здесь контактным данным, и я предоставлю дальнейшие инструкции. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.